Всем привет, меня зовут Валентина и сегодня я приглашаю вас со мной в Second Hand Одесс Европы. Сегодняшний мой визит состоялся на завозе, несмотря на это был также зал, в котором была распродажа. Первым делом я пошла в оцененные, в самые дорогие ряды. Вещей здесь было много, но к моему удивлению я встретила некоторые позиции, которые снимала вам ранее. Также я продолжаю искать свою идеальную шубу, но пока что мне попадаются в основном жилетки. Очень интересная, это Джерри Пеппер, здесь и плащевка, и мех искусственный присутствуют. Это вот под замшу жилетка с вышивкой, ценники я все постараюсь демонстрировать. Сразу хочу отметить, что в этом зале было куплено всего лишь парочку вещей, и я их покажу в конце ролика. В магазине были и шубы представлены, некоторые я вам уже снимала в предыдущих роликах на тему походов Second Hand, некоторые довесили новые. В этот раз в завоз цена на шубу была более приемливая. В этом магазине работают очень лояльные продавцы, и если совершать покупку в большом объеме, они всегда сделают какую-то скидочку дополнительную. Также они идут на встречу, мне очень нравится этот отдел. В этот раз в Second Hand я ходила вместе с мамой, и мы с ней визуально поделились зал на зоны. Пока я осматривала верхнюю одежду, мама моя была на обуви. Попозже я покажу также, что нам удалось найти. Очень тщательно прошерстив всю верхнюю одежду, я перешла на сумки. Здесь, к сожалению, ничего стоящего найти не удалось, хотя иногда тут попадаются качественные брендовые кожаные изделия. Можно было обратить внимание на вот эту вот сумочку и даже прикупить ее, но был явно дефект, она поленяла. Далее мы прошлись по одежде, по свитерочкам. Этот от бренда Mark Lounge, и его заценили в 98 гривен. Ну а это просто ради разнообразия показывает такой тематический новогодний свитерок. Здесь мне понравилась вышивка, я всегда обращаю внимание на технику и как сочетаются между собой оттенки, так как веду активно профиль крошки-брошки и сама люблю делать изделия из бисера и пайеток. А это вот замшевые брюки на очень высокой посадке, не моего размера, но такие очень-очень стильные. У меня есть, кстати, подобные, но кожаные, в такой уже цветовой гамме. Хороший свитерок, кардиган он Линн Джеберг, надеюсь, я это сейчас правильно произнесла, застегивается на одну пуговичку, и по поводу вот такой вот засежки я решила, что он непрактичный. Рукав на подвороте. Ну а вообще, хорошая компания и неплохой состав. Спинка у этого кардигана спокойная, без каких-то элементов и дизайнерских решений. Далее мне попался свитер со знаком качества, что это стопроцентная шерсть синего цвета, модель базовая, заценили его в 122 гривны. Если бы у меня не было аналогов и уже был не середина сезона зимы, я бы его точно бы прикупила. Ну а так, оставлять его до следующего сезона я не вижу смысла, шерстяные вещи, они такие опасные. Это я думала бренд The Row, но оказалось G-Row. Это масс-маркет, просто что такой интересный силуэт. Я думаю, что это мужской свитер, у него много элементов, и пуговички брендированные, и какие-то карманы на рукавах с нахлёстом. Ну а это вот детские мунбутсы, очень маленького размера, но какие же они стильные. Брать не стали. Мы сейчас находимся в обувном зале, где все по 150 гривен. Вот эту вот кучу моя мама отобрала на согласование рассмотреть. Это она мне капор нашла, но у меня есть два, и третий брать не стала. Хотя интересные цвета. Мне не понравился здесь помпончик, его неудобно будет обрезать. Это пончо мне мама подобрала, черное с белой полоской. Но опять-таки у меня пончо тоже есть, и есть из чего выбрать. Это вот мы начинаем осматривать, что же по обуви. Интересные от Hogan. Это натуральная замша в сочетании с лакированным носочком и пяточкой. Мне в этой модели смутило то, что очень тонкая подошва, и ходить в них будет холодно. Это ботиночки натуральная замша черного цвета от бренда Diesel. Меня смутило качество кожи. Точнее замши. Да, есть масса способов, как вернуть им прежний вид, но не стала заморачиваться. Симпатичные еще одни замшевые ботильоны с квадратным носочком, но подошва тоже была в плохом состоянии. Следующая модель. Это у нас коричневые броги, как правильно назвать их, с лентами. Но опять-таки тонкой подошвы я не стала их брать. Это кожаные сапоги от Jeox. Высокие, коричневого цвета. Но только посмотрите, как у них и вывернут носок. Очень сложно будет опять-таки дать им второй шанс. Ну а так, качество кожи, конечно, шикарное. Подошва добротная, очень качественная. И учитывая, что по 150 гривен, это просто копейки. Элиза Кавалетти, мастерка синего цвета. Очень хорошая цена, 98 гривен. Но мне не понравилось, что у нее все стразики были. И как нитка, как будто бы не до конца ее прошили. Либо она уже разошлась по молнии. Ну а вообще компания очень крутая. Хороший дизайнер. С этого зала мы перешли в другой. И здесь была верхняя одежда. Вот такая вот курточка от Kindly. Стоила 333 гривен. Она стеганая, рельефная. Утеплитель у нее синтепон. Очень крутая. И я посмотрела, этот бренд неплохо ценится на eBay. Хотя я мало с ним знакома. Кстати, было очень много одежды для лыжных видов спорта. Это вот еще одна курточка. Я так понимаю, что это деталь от лыжного костюма. Она была заценена в 515 гривен. Это бренд Salomon. И тоже данная компания хорошо славится в изделиях для зимнего вида спорта. Это моя мама показывает в качестве ассортимента. Это свитерок с интересной спинкой. У него вырез. Если присматриваться, то такая ткань, как сетка, да, вязаная. И также в ней есть люрексные нитки. Ну, а вот это вот просто шикарный гольф. Такую вот полоску черно-белую. И компания неплохая. Был ценен в 198 гривен. Но мы даже уже хотели его брать. Потом нашли дефекты в районе ворота. Это Miguel. Тоже очень классный бренд. Шерстяной свитер. Стоил 299 гривен. Я так думаю, что это мужской неправильно постиранный. Кофточка розового цвета с имитацией белой рубашки. Так мама показала вам, что встречается. Ну, а вот этот вот свитерок Colorblock. Белый и молочный. Это марка Polo. Стоил 257 гривен. И у этого свитерочка неплохой состав. Ну, а вот это вот детская мастерка от Tommy Hilfiger. Ну, как детская. Она рост 1,52 м, но она очень-очень маломерная. Несмотря на то, что я сама такие вот изделия детские ношу. Но в эту я бы даже не поместилась. Классные разрезики с фирменным лого. Это платье от Disigual. Черного цвета. Платье-футляр. И вот эти вот его разноцветные элементы. Они как будто бы вырезаны. То есть, как внутри дополнительный слой. Смотрится прикольно. Очень. Это Рина Сементо. Прямо сдалека видно руку этого дизайнера. Красивое вечернее платье. Бандо с сеткой. Очень стильно выглядит. И оценили его в 226 гривен. Материал, конечно же, что это полиэстер. И размер Элечка. Ой, это платье Бухум. Ну, то есть, это такой масс-маркет. Но только посмотрите, какой у него силуэт и фасон. Платье с таким вот нахлёстом, шлейфом. Материал это полиэстер. Такой неопрен. Но классно выглядит. Вот по поводу этой юбки я долго сомневалась. Потому что у нее хороший состав. Неплохой бренд. Archipel by Brue Fields. Но потом я нашла вот этот вот дефект. Конечно, моя швея могла бы его устранить. Но я не стала заморачиваться. Сейчас у меня и так очень много вещей куплено. Поэтому тратить время на доработку не хочу. Мама демонстрирует симпатичное платье от H&M в мелких горошек. Ну, а это вот классное платье от Марка Кейна из линейки Спорт. Полосочку. Просто на весну самое то. Все билочки, все присутствует. Скоро я выставлю свой аккаунт в шоурум Trendy Forever, где я продаю вещи. Далее мы решили спуститься в подвальное помещение. И первое, что нам попалось, это был немецкий флаг. Такой интересный. Это, видимо, для каких-то тематических вечеринок используется. Также здесь были всякие ленты представлены. Рюкзаки, наушники меховые. Куча всего, что может понадобиться. Здесь также в зале имеются полотенечко, салфетки. Постельное белье встречается. Но вот сколько мы не ходили, я пока что для себя не нашла там чего-то интересного. В этом зале мы также с мамой разделились. Я пошла смотреть одежду, а мама отправилась в обувной ряд. Потом мы с ней встретились и обсудили, что же нам удалось найти. Мне очень понравились вот эти вот меховые топули. Я настояла, что мама моя их купила, несмотря на то, что у одного отсутствовала металлическая пряжка. Но ничего, мы этот вопрос решим. И они очень круто смотрятся в зимних образах. Далее были кроссовки от Timberland. Они мужские, коричневого цвета. Это натуральная кожа. Размер не подскажу, не помню точно какой. Мы их также не стали брать, потому что нам они ни к чему. А вот это вот сапожки. Тоже решила показать им в качестве ассортимента. Их не взяли, потому что, видите, вот такие изъяны на них. Но это натуральный мех. Если бы они, конечно, были в идеальном состоянии, цены бы мне было. С ними можно столько образов придумать. Их можно использовать как акцентное пятно. Немножко неактуальный каблук. Конечно, хотелось бы такой более квадратный. Но... А вот это вот следующая модель. Классные сапоги, кожаные, черного цвета, с многочисленными замочками. Также у них такая а-ля Прада, такой карманчик вверху присутствует. Моя мама их хотела себе, но они оказались очень большие. Хотя она носит 39-40 размер. Это вот одна из моих находок, но мы ее брать не стали. Это многослойный платок. Сейчас платки очень актуальны, но этот мы оставили в магазине. Так, первое, что взяла, это винтажные варежки. Такие интересные. Коричневого цвета, с молочной и зеленой вышивкой. Здесь колор-блок присутствует и этнические мотивы. Варежки можно носить вот таким способом, подвернув край. А можно оставив его не подворачивая. Бельки с составом, само собой, нет, потому что это хендмейт изделие. Но, судя по моим тактильным ощущениям, здесь чувствуется шерсть в составе. Я фанат варежек, кстати. Но, знаете, я говорила как-то недавно в видео, что рукавички варежки ношу очень редко. Чаще всего это просто для стилизации образа. Вот эти вот просто идеально бы вписались в мои луки. Какое же это платье роскошное от Марка Крейна. Да, я показывала его в магазине. Ну, конечно же, сейчас на фигуре, как мне описали, не на теле, а на фигуре смотрится оно еще лучше. Просто такой вот, знаете, дух 70-х годов присутствует. Очень классно. Его весной просто под какую-то косуху, либо под синий тренч носить можно. Сюда бы я еще розовые колготки добавила. Такой бы получился пропилук. Суперское качество. Я даже не могу передать, какое отмены. Я состав где-то не наблюдала его, когда снимала видео в магазине. Сейчас не помню, но мне визуально это вискоза с катоном кажется. Снимаю на босу ногу, это вообще шок-контент какой-то. Это спортивные штаны для лыжного вида спорта, либо для сноуборда от бренда Wenz. Знаете, камера сейчас съедает оттенок. Это не передает, они просто умопомрачительные. Такой красивый, зеленый, ну очень стильный цвет. Очень продуманные брюки. Здесь куча разрезиков, карманчиков, но они не напрягают. Они какие-то такие все скрытые, что делает вещь очень функциональной. То есть, допустим, если подняться на подъемник и спускается с горы, с собой могут какие-то деньги, ключи, телефоны, камеры пригодиться. Их можно здесь по карманчикам смело все раскладывать. Шикарные просто, очень мне нравятся. Я как-то ездила в Буковиль на лыжах кататься, но я не могу сказать, что я профессиональный ездок. Вот, если бы ездила чаще, я бы их, конечно же, оставила себе. Ну, а так буду добавлять в мой аккаунт Shorn Tandy Forever, ну и, скорее всего, уже после моего отпуска. Конечно, зимняя одежда это что-то с чем-то. Это штаны тоже для лыжного вида спорта от O'Neal. Вот они, кстати, более моего размера. У них очень высокая посадка. Вот можете посмотреть. Застегиваются на кнопочках. При желании здесь есть лямки под ремень. Но я не знаю, кому он тут может пригодиться, потому что достаточно плотно сидят, хоть это визуально не кажется. Но смотрите, такая одежда, на мой взгляд, не должна быть облегающей, потому что нужно делать какие-то маневры. И они могут сковывать движения, если это будет в облипку. Хотя вот смотрела последние коллекции, либо у блогеров часто ездили, кто ездил на лыжах кататься, на сноубордах. Так у них такие прям костюмчики по фигуре. Но это не мой вариант. Я знаю, мне нужно что-то такое вот шароварное. Опять-таки, извините, я в носках, так как я не знаю, какую обувь сюда одеть. Простите, у меня уже искажается освещение. Тяжело будет сейчас доснять окончание этого видео. Очень я привязана к световому дню. Так вот, этот ренч, он мужской, застегивается на мужскую линию. Он абсолютно новый, с биркой. Это фирма Bauman. Я такую не знаю. Вот здесь на вороте есть дырочка, на второй части есть пуговица. Можно поднять и сделать стойку. Также можно регулировать ширину рукава. Карманы достаточно глубокие, длина ниже колена. Несмотря на то, что это мужская модель, я такие смело ношу. Мне очень нравятся такие оверсайз изделия. Я бы только подкатила как-то рукав, добавила аксессуаров и гуляла. Тоже, камера, сейчас все уже цвет искажает. Это кардиган пальто от бренда Monson. Красивого изумрудного цвета, хорошего добротного размера, немаломерка. Если я не ошибаюсь, то это 16. Если присмотреться, видите, у него такая рельефная вязка, выпуклая. Длина очень классная, такой почти что в пол. Смотрится, конечно, очень круто. Поверьте, в жизни оттенок намного интереснее, чем сейчас в камере. Камера, конечно, съедает цвета. Очень дорого смотрится такая вещь. И она, знаете, такая дизайнерская, неповторимая. А это у нас плащик от бренда Zara в жакетном фасоне. Очень интересно. Такое впечатление, что это как плащевка. Он слегка как надутый, что ли правильно сказать. Очень интересно смотрится. Но опять-таки черный цвет снимать тяжело-тяжело. Такое впечатление, что здесь какое-то утепление есть. То есть это вот не совсем прям легкое изделие. Но и на сейчас, на минуса не подойдет. Добавить сюда аксессуаров, какую-то шляпку. Кто видел, у меня есть серия роликов. Фаберлик я показывала пончо. Вот из такого же материала пончо, как и вот этот вот плащик. И можно некоторые идеи, которые я давала в том видео для нарядов, использовать с этим тренчем. Вот так вот я пошопалась. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте про подписку на канал. Для меня это очень важно. И обязательно пишите в комментариях. Вот маленький смайлик. Но это помогает для продвижения и роста. Все, вот.